И вот он, самый настоящий, Sonic X-Yo! Да-да-да-да-да-да! Минус персонажи! Хе-хе-хе-хе-хе! Тебе, Грандет-эл! Эй, ты опять вернулся? Ай! Вот, значит, что вам нравится, когда взламываются компьютеры, горят видеокарты и теряются важные файлы, да? Я угадал. И всё это я вам готов сегодня предоставить, потому что мы возвращаемся к проклятым играм про Соника. И в этот раз я решил скачивать игры про Соника из неизвестных и довольно-таки загадочных источников. В том числе я проверял комментарии и искал комментарии про вирусы, так что возможно мой компьютер сегодня будет заражен или вообще сгорит, так что поставь лайкосик, пока еще можно его поставить вообще. К примеру, вот комментарии к одной из таких игр. И здесь чувак пишет, что нажимайте Ай плюс Ф4 это вирус. Дальше другой человек пишет, что да, это реально вирус. Еще один пишет, что не может закрыть эту игру, что в принципе нормально для игр про Соника. И вот сегодня я попробовал накачать подобных вирусных игр, и то антивирус мне часть из них даже не дал скачать и мне пришлось немножечко извращаться. Ну а начнем мы внезапно с невирусной игры. Но эта игра у нас тоже Sonic EXE. Вот, посмотрите, я вас не обманываю. Нажимаем на кнопочку старт и вот. Все понятно, да, вот конечно же все понятно. Старт. И вот он, самый настоящий! Sonic EXE! А вы чего сегодня ожидали? О май гад, если честно, эту игру даже скачивать не надо, она просто в браузере работает. Это лучший Sonic EXE, которого я видел. Кстати говоря, он реально работает достаточно неплохо. И нет, Соник, не преследуй меня, боже мой. Здесь даже скримеров нет, здесь вообще ничего нет. И кажется, эту игру невозможно пройти, потому что он меня сразу уже ловит. Так, подходи, подходи. Давай сюда, 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 сюда. Соник, Соник, давай, а теперь я... Опа! Черт, он сквозь стены проходит. А как мне перепрыгнуть у меня? Есть, достаточно высокий прыжок. Давайте разбегаемся и все. Кажется, я все прошел! Ааа, хрен там плавал. Почему экран меняется на красный? Ааа, во время красного экрана он ускоряется. Опа, обманул! Вот это я понимаю! Оу, это было близко! И мне почему-то кажется, что эта игра непроходима. Ну вот смотрите, здесь нужно перепрыгнуть. Кстати говоря, Соник, ты где? А вот он, все нормально. И вот! А, нет, я допрыгнул. Я дошел до кольца. И все началось сначала. Я не должен был собирать колечко или теперь я должен собрать Соника? Соника здесь нет. Ааа, теперь здесь летает вот это. А оно, я бы назвал это так. И я научился прыгать в этой игре. Кубик какой-то. Финал! Фу! Все, прошел очередную игру про Соника. Охренеть не встать. Ну и да, теперь мы перейдем к нормальным страшным играм про Соника. И вот опять! Система Windows защитила ваш компьютер! Что-то вот как-то подозрительно, да? Эта штука может подвергнуть компьютер риску. Вот, у нас Соник EXE и мы все равно его запускаем. Только что эта игра все-таки открылась. Я на что-то тыкнул и она закрылась. Это было подозрительно. Здесь у нас предупреждение, что в этой игре громкие звуки, вспышки. Могу я открыть ее на весь экран? Ага, хрен там плавает. Не могу я ее открыть на весь экран. Окей, нажимаю на первую кнопку. И игра опять просто вылетает. То есть компьютер меня только что предупредил, что эта хренатень, возможно, заражена. Я ее открыл и там нет внутри игры. Подозрительно? Определенно! О! Я нажал на четвертую кнопку и что-то сработало. Неужели? Игра открылась! Только она невероятно маленькая. Я сделал ее побольше и фух! Здесь реально есть Соник Ехе! Так, только очень какое-то непонятное управление в этой игре почему-то прыгать на. Но давайте посмотрим, как в это играть. И здесь нельзя ускоряться нормально. И боже мой, как я соскучился по нормальному управлению в играх про Соника. Вот во всех последних играх про Соника, в которые я играл, они были Соник Ехе. Там было ужасное управление и мы поймали какой-то вирус только что. О! Начинается! Начинается правильно! Минус Соник. А! Стоп! Я играл в похожую игру! Черт возьми! Только я ее скачивал как раз-таки с официального источника, а эту игру я скачал из какой-то сраньи. И я надеюсь, что после скачивания вот этой вот игры у меня не будет ничего страшного. Если мы кликаем, у нас там Соник появляется. Ладно, поиграем за Тейлза. В этой игре есть несколько концовок. Я должен собрать 50 колец перед тем, как он меня достанет. Звучит как непроходимый челлендж! Ладно, это же невозможно! Да ладно тебе за 50 секунд! Тейлз, слишком медленный! Тейлз, соберись, мать твою! Он может летать. А это удобно. Я не должен собирать, видимо, зеленые кольца. Хотя, возможно! Это возможно! Я уже 28 собрал. Так, и где он? А, я должен еще вниз спуститься. И так неудобно! В оригинальном Сонике же можно перемещаться. 30 колец. Мне еще нужно. Вниз, вниз, вниз. Давай, давай, Тейлз. Вниз! Нам нужно вниз, мать твою! Там кольца, которые нам нужны! Причем жизненно они прям необходимы! Жизненно! Все окей, осталось не так уж и много колечек. Мне кажется, я не успею. У меня осталось 30 секунд и 9 колец. Нет, я должен успеть. Вот, все, немного колец осталось. И он просто и ты ждет такой, давай! У тебя есть немного времени. Наверх идем, наверху нет колец. А где еще кольца? Где я мог пропустить? Буквально 6 колечек. Вот, раз, два, три, четыре. Еще два колечка где-то! Фу! Все, 50 колец я собрал. Прошел! А, нет, стоп, я не в эту игру играл. Теперь играем за Наклза. Бежишь, эти тупые камни. Тебе лучше поторопиться. Что значит мне лучше поторопиться? И вообще, Наклз крутой, вы его видели? Он должен этому Сонику кабину разнести. Ну ладно, давайте мы поиграем за Наклза. Я, видимо, должен опять собирать какие-то всратые кольца. И нужно собрать их, видимо, тоже штук 50. Либо я должен просто на самом-то деле подраться с ним. Во, я могу драться. Эй, я хочу наверх. Наверх я не могу. У меня есть 12 секунд. Ой-ой-ой, звук неприятный идет. Что происходит? Что происходит? Что я должен был делать? А, я должен камушки был собирать. Нееет, нет, я не собрал камушки. Черт, это было неожиданно. И опять начинается срань. Та-да-да-да-да-да-да. Минус персонажи. И доктор Эггман, конечно же. Окей, я бы даже перепрошел эту игру с такой возможной. Если ты хочешь построить факер. Тебе лучше поторопиться. Что такое факер? Может быть, это какое-то освещение, потому что тут очень темно, блин. Окей, мы торопимся. У нас тоже есть 50 секунд. И вот в нечто похожее я точно играл. Я там бегал за Эггмана. И здесь практически нет скримеров. Но меня смутило, что мой компьютер меня предупредил, что эта игра может быть заражена. Обычно, когда я игры открываю по Сонику, такого не происходит. Так, и куда мне идти-то? О, я что-то собрал. Я собрал ноги Соника. А, может быть, идет речь о каком-то механическом Сонике? Потому что я не совсем понимаю, что такое факер. Если вы знаете, что это такое, напишите, пожалуйста, в комменты. А я пока продолжу собирать колечки. Блин, вот собирать колечки было проще всего. И да, мы собираем детали для робота. Все, у меня 10 секунд. О, черт, вот там справа еще какая-то деталь. Нет, я не успею. Да черт возьми. Или вот тут еще деталька. Ммм, а как, а что, что? А как, а как, почему? Никак, все. Ну, это кранты. И что дальше? Окей. Тейлз такой. Опа! Соник еще здесь. А как спасти Соника, я не совсем понял. Мы собирали какую-то красную хренотень, и с ним происходила дичь. Э-э-э-э-э-э, тебе кранты, Тейлз. Видимо, мы должны спасти всех персонажей. Получится какая-то другая концовка. Но это как-то сложно. Конградулейшнс! С чем ты меня поздравляешь, уродец красноглазый, а? Можешь свалить? Опять игра не закрывается, и не хочу компьютер перезагружать. Ты просрал. Да я понимаю, и... Вот ничего не работает. Ах, встретимся во время второго раунда, и игра вылетела. Это просто фантастика. Открываю эту игру заново, выбираю четверочку. Мы опять начинаем игру за Соника, и, видимо, теперь мы не должны собирать ту красную хренотень. Может быть, через нее нужно просто перепрыгнуть? Ну, давайте попробуем. Пока что я собираю все колечки. А может быть, мне нужно просто все колечки по пути собрать? Ага. Перепрыгиваю. Нет, не-е-е, да как? Как спасти-то от Соника? Что с ним делать? Непонятно. Ну, за Тейлза все понятно, что нужно делать. Давайте мы еще раз за Наквелза поиграем. Если я просру на Наквелза, то это все не имеет никакого смысла. Так, камушки, камушки, камушки. Ищем камушки. Первый камушек. А сколько там камней вообще этих сраных? Мы вроде не в Марвел находимся вообще. О каких камнях речь, игра? Вот этого я не совсем понимаю. Ну, давайте мы пособираем камушки, раз уж это так важно. Здесь вообще никаких камней нету. Ладно, у меня есть еще 20 секунд. И я не думаю, что этого времени хватит для собирания всех оставшихся камней, но я попробую. Так, вот здесь есть еще один камень. И вот наверх. Нужно забраться, я забрался, у меня 17 секунд. И я, кажется, успею собрать оставшиеся камни. А что? Ааа, черт, эти штуки можно разрушать. Неожиданный поворот событий. Ну, так можно, в принципе, успеть собрать все камни. Только вот почему? Мне не сказали, что можно разрушать все это дерьмо. Черт. Если все делать правильно, можно успеть. Еще не совсем понятно, что там с Эгманом. Давайте я еще раз сыграю за Эгмана. И только я выбрал Эгмана, у меня выскочила какая-то ошибка. Фатальная ошибка. Установка прервана. Пожалуйста, перезагрузите свой компьютер. Ага, разбежался я перезагружать свой компьютер. И сначала я его проверю на вирусы, удалю все это дерьмо. И только потом я его перезагружу. Потому что ни в коем случае нельзя перезагружать компьютер, если на вашем компьютере что-то подозрительное. Потом он может просто не включиться. Что ж, следующую игру я скачал тоже с некоторыми сложностями. Вы можете найти оригинал этой игры вроде на сайте Itch.io. Но я скачал его из какой-то задницы. Она кое-как открылась. И давайте мы в нее сыграем. Это у нас 3D. Ехе, игра про Соника. Вы себе представляете? И я появился в каком-то кубе. Тут очень-очень странное управление. Ам, что, простите? У меня очень по-тупому работают кнопки. И так, окей, управление. Что, простите? Что за бредовое управление? Нет, что вы от меня хотите? Чтоб вы поняли абсурдность этого управления. Идти вперед здесь на Z. Идти назад на S. Идти вправо D. Идти влево вообще нельзя. Вообще ни на какую кнопку. Я вот пытаюсь... А, идти влево на Q. Охренеть, не встать. Ладно, я буду идти только вперед. Я еще могу приближаться. А как взаимодействовать? А вот хрен знает, как дверь открывать. Ладно, может быть вот эта дверь открывается. И... Нет, видимо не открывается. Боже мой, это не игра. Какая-то сра. Они вот у нее достаточно много хороших отзывов. Вроде на пробел или на F должны открываться двери. Но они пока что не открываются. Нет, они открылись. Боже, это самая странная игра про Соника из всех. Вот этой игре доверяем меньше всего. А вот и Соник появился. Вот он он. Еееей. Как это все позитивно и на самом деле страшно. Я вот привык к обычным EXE играм. И вот это вот что-то не входит в этот канон обычных EXE игр. И может быть мне ключ нужен, чтобы дальше пройти. И вот письмо прочесть. Ага, он бежал слишком быстро. Видимо это какой-то сюжет. Не интересно мне все это и как мне это закрыть. Ага, все, закрыли. Где мне достать ключ, чтобы пройти дальше? Так, может быть ящики открываются? А? Ящики? Откройтесь. Нет, не открываются. Спать нам нужно лечь? Да вроде тоже нет. Но дверь эта не открывается. Хоть убейте. Черт возьми! Что за странная игра? Может в окно просто выйти, чтоб не мучиться вот с этими ребусами непонятными? Может в мусорке будет ключ? Нет. Игра вообще в принципе не говорит мне нужен ключ, не нужен ключ. Игра вообще мне ничего не говорит. Я официально заявляю, что это самая странная игра про Соника из всех. Вот ничего страннее этого вы не найдете. Хотя вот в трейлере и на скриншотах все выглядело круто. И возможно оригинал этой игры работает получше. А так как я скачал какую-то там демо-альфа-бета-пре-версию с какого-то говносайта, она работает вот так. Вот здесь даже управление реализовано через жопу. Играть в это практически невозможно. Я до сих пор не понимаю, куда мне дальше-то двигаться. Ну что ж, еще полчаса моего времени слито в унитаз и еще одна всратая версия Соника скачена. Открываем ее и получаем довольно-таки странную ошибку. Remote Control Download. Ахахахаха, типа чувак уже получил доступ к моему компьютеру. Мне в комментах писали, что такие ошибки генерируются довольно-таки легко. Ну, предположим, мы откроем эту игру. Единственное, что меня смутило, вроде на ютубе у других чуваков эта штука не открывалась. И здесь даже есть выбор сложности. Да ладно, я хочу самую простую, 15 жизней. Мне дайте, пожалуйста, все. Уф, уф, аф, это будет очень просто, я надеюсь. Что это такое? Что это было? Окей. Предположим, начинаем игру. Соник! Блин, а тут клевые анимации. Ага, начинается наша любимая часть. Ого, выглядит крипово. Здесь, кстати, игре есть различные концовки, как и во многих играх про Соника. Нажимаем кнопочку новой игры. И, боже, зачем столько менюшек в игру добавлять? Харе, все, хватит. Дайте просто поиграть. Уровень с Тейлзом пока закрыт. Будем играть в Соника. Я, в принципе, так и хотел. Я не хотел за Тейлза играть. И, может быть, сразу найдем секрет слева. Нет, не найдем. Ладненько. У меня есть 15 жизней. Интересно, на что они будут тратиться. Пока что здесь никаких мобов нету. О! Оба! Сейчас еще дополнительную жизнь получу. По кайфу! 16 жизней! Е-бой! Так что происходит? Я... Я когда взлетаю, вокруг меня какая-то аура появляется. Ладно, видимо, это нормально. О, здесь я даже приседать могу. Может быть, вот здесь есть секретик? Да нет, вроде секретиков никаких нет. А ускорения здесь есть? Давайте. Опа! Нет, ускорения, видимо, здесь нет. Но я могу бесконечно, если что, перемещаться в качестве шарика. И до сих пор нет ни противников, никого. Давайте в таком случае просто разгоняться и надеяться, что мы не нарвемся на какого-нибудь мракобеса, который нам снесет все жизни. Потому что колец у нас в данный момент нет. И какая-то очень долгая локация, вам не кажется? Да, очень долгая локация. И мы прибежали как раз-таки к темному Сонику. Привет, Соник! Хочешь сыграть в игру? Эй, ты опять вернулся? Ай! Окей, я не испугался. Но это было неожиданно. Я даже не понял, почему я не испугался. Что? Все, я проиграл? Да ладно! Серьезно? Окей, играем за Тейлза. Только там какая-то очень криповая локация. И это какая-то безумная игра по Сонику. Так, Тейлз у нас умеет летать, если я ничего не путаю. Да, все, замечательно. Давайте просто улетим отсюда. Давай наверх, давай-давай, ты справишься, молочинка. О, вот так вот делаем. Давай еще наверх, еще выше. Бесконечность, не предел! Я улечу просто за текстуры, нет! Ладно, видимо, мы должны спуститься. У нас других вариантов нету. А, нет, я должен подняться наверх все-таки. Давай тогда лети. А как это все организовать? Блин, интересно и непонятно. Вот так вот, что ли? И обратно? Да нет. Мне непонятно, что я должен сделать с Тейлзом. Потому что он не хочет ни в какую улетать. Хм, может быть вот сюда? Нет, это обратно мы вернулись к самолету. И вам понятно, что вообще здесь происходит? Мне лично непонятно. Ну окей, я попробую еще раз. Мы, получается, подпрыгиваем наверх. А дальше-то что мне делать? Кто-нибудь мне объяснит? Здесь он падает. Может быть я должен как раз-таки упасть, попасть на ту кнопку. Попробуем еще раз. Боже, как это неудобно. Так. Теперь падаем. И я не попадаю на ту кнопку, хоть убейте. А, вот. Вот, я должен сюда и сразу же, сразу же вот сюда. Боже, как это все неудобно. И то, что мне это даст? Кто-нибудь не понимает. О, вот, я смог, я смог, я смог. Давай, 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 давай. Да, 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 да. Еще дальше? Да вы что, издеваетесь? Надеюсь, этого повтора не будет. Я вверх ногами летаю? Серьезно? Так, вроде все окей. Сюдым. Теперь отсюда, наверное, сюдым. Нет, кажется, не сюдым, хотя... Хотя! Давай, Теус, ты справишься. Мать твою, нет, он не справился. Он устал, а там нужно было направо. Ладно, окей. Давайте тогда разбежимся. И оба очки. Хорош, хорош, ультра-мега супер-хорош. Я думаю, ты справишься. Я думаю, ты... Что ты? А, он превратился в шарик. Ну, давайте в качестве шарика прокатимся. И да, в качестве шарика у нас ускорение какое-то дичайшее. Шарика идет. И мы приехали в темную локацию. Там была какая-то надпись, я ее не прочитал. Он опять прибежал к Сонику. И... Соник, ну ты в порядке? Нет, Соник не в порядке. Он идет к Сонику. И наступает задница. Соник страшный. Ладно, это реально было. Крипово немножечко. Все? Это хреновая концовка. Игра создана со злого Соник игрока. Ну и давайте в таком случае попробуем пройти эту игру на другой... Концовку. Вот это вот мне не нравится. Какое-то 3George FtBdW Access. У нас он запрашивает. Хочет что-то... Что-то сделать. И нет. Давайте мы нажмем на кнопочку... Отменить. Появилась новая ошибка. Беги, пока ты можешь. И причем обе кнопочки бежать у нас не работают. То есть я на них нажимаю, и они не работают. И даже крестик у нас не работает. Он даже... Красту не наводится, ладно. А Alt плюс F4 тоже у нас не работает. Что странно, вообще у нас почему-то ничего не работает. Давайте-ка я сейчас тогда... У меня вообще теперь ничего не работает на компьютере. Давайте в таком случае я сейчас перезагружу компьютер. Ну что ж, одна перезагрузка и куча проверок с антивирусами спустя показало, что я действительно накачал какое-то огромное количество вирусов. Причем вирусные игры даже не запустились у меня. Я их просто скачал, попытался запустить, они не запустились. Я даже показывать их не стал. Ну вот они и были вирусными. А вот те игры, которые мы открывали, вроде вирусы не содержали. Хотя я их сразу же удалил на всякие пожарные, особенно последнюю игру. Мне из-за нее весь компьютер целиком залагал. Если вы хотите больше вот таких вот интерактивных игрушечек, ставьте лайки. Может быть я поставлю какой-нибудь эмулятор винды или новый компьютер. Себе с ноута буду записывать, чтобы не повредить моего старика. Ставьте лайки, если хотите это увидеть. Пишите в комменты, какая из игр вам понравилась больше всего. Ну а также не забывайте подписываться. С вами сегодня был Fox Neo. Увидимся.